Ниточка, плетайся, словом усилюйся, Узарочим слов всё равно изберегайся. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами Юлона Стоянова и Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравие тебе! И сегодня я бы хотела поговорить о таком празднике, как Велесова ночь. Или, как за рубежом этот день величает, Хэллоуин. Но, как я понимаю, истоки наших праздников, они более гуманны, разумны и имеют своё объяснение. Мне, например, Хэллоуин никогда не нравился, потому что само слово Хэллоуин ассоциировалось с преисподней. И сейчас, я смотрю, праздник Хэллоуин начали повсеместно выводить в школах, в русских школах. И меня немножечко это напрягает, потому что люди не знают своей традиции и, собственно, идут на поводу у западной культуры. Что ты можешь сказать о Хэллоуине и чем этот день отличается от нашего исконного дня? Ну, во-первых, я как ясновидящий, мне всегда вот эти все вещи немножко смотрятся по-другому. То есть я реально вижу, как что на тонком плане за этим всем стоит. И когда ты смотришь, ну, то есть об этом уже тысячу раз говорили, ты правильно сказал от слова. То, о чем мы говорим, то мы искривляем и притягиваем. То есть это формирование низких вибраций, это формирование, навязывание тонкоматериальных структур для того, чтобы открывались порталы. И в этот день, вместо того, чтобы в славянской системе открывается портал с миром на Ави, где могут прийти родственники, где могут непосредственно прийти наши отцы, деды, все мужская линия, для того, чтобы мы с ними соединились, почитали, поддержку попросили. Мы их накормили, мы их поддержали, наполнили, мы им рассказали о своих планах. Они это и так знают, но это уже более такое сакральное, искреннее, чистое и сильное. И это будет определенное сраство, которое помогало разблокировать какие-то способности, возможности. Ну, очень много разных возможностей давали только материальные предки. А раньше у нас, когда было видение, ну, мы их тонкоматериально, ну, без тела просто видели, и все это было, как в гости заходили, и это нормально было. Как раньше праздновали наши предки? То есть делалось родовое дерево, вспоминалось, делалась еда, садились за столом. Во-первых, квартиру все убрали, чтобы не было никакого проявления низковибрационной энергии. То есть максимальная чистота. И в этой чистоте, на праздничной атмосфере, за столом все садились, кушали, вспоминали, просили, обращались, ну и так далее. А вот, что касается того, что сейчас празднуют, ну, во-первых, это санастройка с уровнем низшего астрала. Это низших миров и еще ниже его. И, соответственно, это уровни нижней нави, они притягивают всевозможных астральных сущностей паразитов. То есть самое классное, что по законоподобию люди одеваются в костюмчики, и астральным паразитам даже вообще не надо накладывать какую-то голограмму, что-то делать. Он просто может вызвать неизменные качества. Он думает, ну, что тут такого прям плохого? Ну, человек оделся там в костюм скелетика или привиденец. Ну, что же тут такого? На самом деле происходит процесс имплементации или так называемое внедрение сознания определенных санастроек. То есть расшатывается психика, пробиваются энергоинформационные поля, меняется генетика. Ну, вначале это просто скелетик пошел конфетки и пособирал. А потом это системно выражается потом в какой-то агрессии, поведении, в эмоциональном состоянии. Ну, или в каких-то синдромах, которые потом могут привести к апатии и депрессии. Потому что астральные паразиты, они пробивают поле. Ну, мы с тобой об этом в прошлом эфире рассказывали, очень детально я об этом рассказал. И поэтому, ну, единственное, я так просто для себя расскажу. В этот день, вот лично для меня, круче всего смотреть виды астральных паразитов. Иногда это, знаете, как в зоопарк. Вот ты когда видишь, ты смотришь, как будто выставка редких животных. И поприходят вообще таких, которых, ну, вообще там просто вот в обычной жизни не встретишь. А тут они ходят, питаются, кушают людьми. Ну, люди же добровольно друг друга пугают, друг друга там, ну, как-то ассоциируют. Конечно, это плохо. Ну, вообще культура помогает, ну, во-первых, убрать нравственность нашего сознания. И, естественно, чем настроиться на какие-то добрые образы, мысли, люди обклеиваются привидениями, масочками, черепочками, паучками там и всего остального. И в ихнем понимании это, ну, вроде бы это такая в шуточной манере происходит, на самом деле это гораздо хуже, потому что это происходит на уровне сознания. А что такое нравственность? Нравственность — это не просто какие-то классные слова, какие-то глубокие истины. Нравственность — это, в первую очередь, доступ к нашей душе, доступ к нашему каналу восприятия нашего мировоззрения, нашего предназначения, нашей родовой задачи, нашей генетической памяти. И чем больше вот такого засорения шлака, тем дальше от своего предназначения, от всего остального, и потом вами легко манипулировать. Нет, ну, конечно, сознание тела, которого можно подурачить, поприкалываться, походить, понапиваться и так далее, конечно, да, это можно. Но это же с каждым разом утягощает, почему потом люди задают вопрос, а что я там душу не слышу, а что я подсказок не слышу, а что я подсказок высших сил. А я уже даже не говорю про слово род. Большинство, ну, сейчас об этом больше говорят, но даже я вот смотрю, многие, которые читают книги или делают, они относятся к роду, как у меня проблема, надо ее решить. Я решил проблему, все, пока род. Опять проблема, ой, род, надо решить проблему. То есть это не родовые семейные отношения, это взаимопомощь 24 часа в сутки, 7 неделю. А это такие, знаете, потребительские отношения. Вот я сколько занимаюсь родовыми техниками, практиками, сколько я проводил эфиров, большинство я вижу это именно такое. Ну, это состояние, в том числе, я не говорю даже про физических родственников, про тонкоматериальных, так тем более. То есть, ну, человек воспринимает это из позиции только когда нужды, а не из позиции, что я могу им тоже что-то дать. И это взаимовыгодная порога. Поэтому, к сожалению, этот праздник, он, естественно, на фоне общей структуры, системы. Ну, у нас же заканчивается первый час утра сварога, поэтому это естественные, закономерные процессы, что это еще продолжается во время, которое было эпохи Лисы или ночи сварога. Это нормальные, естественные процессы, то, что они нам были навязаны. Но сейчас-то надо включать здравомыслие, сейчас-то надо, ну, понимать, что это, конечно, весело, прикольно, но от этого лучше никому не становится. И явно только хуже. Но, к сожалению, люди спящие, сознание спящее, и они продолжают это. Вместо того, чтобы задавать вопросы. То есть, а почему, а как, а что было, а было ли, ну, и так далее, и тому подобное. Как я поняла, в этот день открываются врата, и наши родственники приходят в явный мир для того, чтобы общаться с потомками, защищать их и получать поддержку от земного явного рода. Все правильно? Да, в этот момент вот состояние бреши между тонкоматериальными мирами очень тонкое, ну, вот как пленочка такая. То есть, происходит искривление мерности пространства, и духи, и вообще сути могут легко заходить. Но по закону притяжения, о ком ты думаешь, те и приходят. То есть, если ты, конечно же, сонастроена, ну, представь себе, что ты живешь там в погребе, ну, на каком-нибудь минус первом этаже. И родственники твои живут там, допустим, на четвертом этаже. И ты думаешь о них и говоришь, с погреба кричишь, придите ко мне, они тебя не услышат. Ну, они тебя просто не услышат. Или им просто надо будет спускаться по ступенькам к тебе и тратить кучу энергии. Поэтому, чем ближе ты к ним с их настройкой, тем быстрее они тебя придут, услышат, поддержат. А если ты одним шагом с родом, другим шагом еще обклеиваешь все черепками, паучками, и тыковку вырежут, ну, просто потому, что так весело, и надо подписчиков на Инстаграме или там где-то ВКонтакте набрать, то так не работает. То есть, вы определитесь, вы куда идете, свет или тьму, или куда вы вообще идете. То есть, вам надо понять, хотя и синтезировать этот опыт, но надо четко разграничить понимание. Потому что, если вы это сейчас не поймете, ничего не будет хорошего. Скажи, этот праздник, как я понимаю, он обусловлен тем, что конкретную дату празднуется 30-го на 31 октября или несколько дней до 30-го и несколько дней после 30-го? Нет, конкретную дату, еще так же, если мы говорим о самой ночи, вообще сам день, это, ну, он считается день мудрых странников. То есть, когда приходят самые лучшие представители рода. То есть, он привязывается именно конкретно, у нас вообще календар, он привязан только к солнечным циклам и космическим ритмам. И поэтому, когда мы смотрим, ну, в зависимости от того, когда, ну, происходят определенные циклы, или какой у нас год, или такое лето, правильно быть точнее, то отсюда происходят процессы построения. Ну, поскольку у нас сейчас, еще многие, может, не знают, у нас сейчас еще проходит славянский пост, это святый, он с 23 по 31 число проходит, и месяц Арамхат, так называемого. Поэтому, в данном случае, вот это завершение этого поста, освящение, святость, повышение своей святоносной энергии. Ну, у нас же просто все привязано к каким-то локальным датам, мы же не хотим думать многомерно. То есть мы не хотим думать циклами, мы не хотим думать объемами. Поэтому это целый пост, это целый пост почитания предков с 23 числа. А если вы это более осознанно к этим вещам относитесь, то и предки, ну, конечно, то есть самое, самое, знаете, вот они смотрят на вашу работу, а потом приходят в гости 30-го. И с 30-го на 31-го смотрят, понимают, ага, ну, молодец, как бы, занимался или занималась. Ну, значит, поможем, или, значит, поддержим, или дадим энергии, способности, там, не знаю, познакомим с мужем, с женой, работу дадим, исцелим там от чего-то. Ну, так далее. То есть там надо четко понять, что вот этот месяц, этот месяц божественного начала, это месяц, который помогает нам, ну, реально перетрансформироваться. Потому что, вы же поймите, в славянской системе как? Следующий месяц-то, он что начинается? Это месяц новых даров, это месяц Айлеть, это тот месяц, который вот вы накопили, род вам дал благословение и дары пошли. Но если вы даров не накопили, вы подумайте, какой у вас следующий месяц будет. То есть надо эти вещи понимать, как единую систему. А у нас, к сожалению, это все раскомкано, живем от праздника до праздника, и большинство праздники ничем не отличаются. Я всегда говорю, ну, ладно, там еще пытаются как-то там декорации. А смысл какой самого праздника? То есть у вас же должно какое-то состояние, улучшение, мировоззрение расширяться, какие-то определенные традиции. А на чем основаны традиции этого праздника? Ну, это ж смешно. Поэтому вот надо углубляться, всегда в корень смотреть. Хорошо, давай тогда к завершению. Мы подытожим и внесем некоторые коррективы. Для того, чтобы правильно встретить этот день, необходимо убраться в квартире. Максимально, если была возможность пропаститься, проголодать, или в лучшем случае свои мысли привести в порядок. И вот по поводу обрядовой пищи. Какую пищу нужно предлагать родственникам, для того, чтобы это подношение было благостным? Ну, вообще, если быть правильнее, раньше вообще вот всю ту пищу, которую вы сегодня будете есть, ставили две тарелки. Ну, естественно, в славянской системе животного происхождения пищу никто никогда не приносил. То есть, поэтому вы приносите ту пищу неживотного происхождения, там, каши, крупы, салаты, не знаю, может, кто-то блинчики захочет сделать. А молока можно? Молоко. Молока можно, можно, конечно. То есть, ну, если быть уже там провельнее, лучше там простоквашу или кефир, или там тот же сбыта, не будет толку больше. И, ну, вы вот правильно, вот то, что ты ешь, то и ты предоставляешь на вторую тарелку роду своему. Потому что ты не отбираешь там лучшее-худшее, а наравне. Ну, вот как гости, те пришли домой, ты что, достаешь одну тарелку, ешь сама, а от рода говоришь, ой, а вот это, ну, вам, в общем. Нет, конечно же. Получается, вот маленькое уточнение. К примеру, мы готовим бисквит, он готовится на яйцах. Такую пищу лучше не предлагать. Или все-таки, когда мы ее с сахаром смешиваем, выпекаем, происходит некая трансформация, и уже животное происхождение минимальное. Да, они минимальные, но давай будем точнее. Все, что ты вкладываешь, это все вибрации, это все уровень твоего сознания. Поэтому, если ты хочешь больше связи, больше вибрационной связи с родом, то, естественно, пытайся привязаться все-таки к более вибрационной пище, чем менее вибрационной. Это не означает, что бисквит плохой. Может, и соседью болью туда вложила. Но вопрос в том, что можно сделать более вибрационную пищу, если она будет уменьшена количеством вот этих вот низковибрационных, пассивных продуктов третьего измерения. Поэтому ты просто подумай, что, может, не бисквитом сыт будешь, может, бисквит можно там завтра, если ты там очень, ну уж капец, как хочется. Ну или послезавтра, условно, после праздника имеется в виду. А сейчас сделай ту пищу, которая будет максимально гармонична для всех. Итак, дорогие друзья, наша прекрасная тема подходит к завершению. Пишите ваши комментарии, и на них мы постараемся подробно ответить. в следующих наших передачах. А ты, Александр, хочу, чтобы от себя на прощание что-то доброе и вечное пожелало нашим зрителям и слушателям. Да, я искренне хочу, в первую очередь, поздравить вас с замечательным праздником, поскольку это святый день поминаний. Надеюсь, вы действительно обратитесь к своему роду, попросите в них, в первую очередь, прощения, если есть за что, попросите благословения на какие-то дела, деяния, свершения, и попросите помощи, такой, которая действительно вам необходима, а не какие-то вопросы, которые вы себе надумали. И помните, что это не только один день в году. Род всегда с вами. Даже если вы одиноки, у вас никого нет, и вас все предали, род вас никогда не предаст. Поэтому помните, и уважайте, почитайте род, и род вам всегда поможет. А поскольку мы часть единого народа, который формирует множество родов, то это единое целое, и помогая себе, помогая роду, вы помогаете другим. И когда-нибудь наше сознание соединяется снова, и мы будем частью большого единого целого, как это было ранее всегда. Поэтому я желаю вам и нам все вместе скорейшего просветления, соединения, очищения родов. Слава роду! Да будет так! Всем всего доброго! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok